расскажи нам насколько сложно дизайнеру одеваться по утрам собирается на работу на тусовку если возьмем утро это не так уж сложно мальчик джинсы одела и вышла потому что у дизайнер день начинается планировка день что с кем-то встреча будет там ткани нужно выбрать это рабочее очень сложно до 12 часов это все встречи там ткани нужно выбрать клиента нужно встретиться а если вы говорите о встрече то во встрече там уже конечно зная куда мы идем мы одеваемся соответственно ну хорошо были будут сложности когда ты просыпаешься и думаешь не полен что же мне одеть ну обычно же как гардероб большой но сложности в том что сочетается с чем-то у меня не было никаких сложностей что что в чем одет так как я дизайнер я могу просто ткань взять эти ты что-то завернуть завязывать и все вышло никогда не говорили что почему дизайнер одет но не по вкусу и говорили в лицо говорили не на мне не мне прямо я вижу некоторых дизайнеров которые выходят после показа дам пока заканчивали они черной брюкой черной майка и там волосы хвостик много дизайнер которые заграниц они в основном себя не показывали не показывать коллекция себя они показывают как серый там что-то показал и вышел и все у нас а у нас не у нас тоже есть такие дизайнеры я люблю быть и мне нравится когда люди встречают мою этот творчество коллекцию мне нравится эти аплодисменты они как-то меня заряжают сделать новую коллекцию я это жду мне это нравится да ну смотри вот ты говоришь то что акцент обязательно нужно делать на то что ты делаешь правильно а не то что как ты выглядишь то есть ты говоришь то что за границей не у них такое там понятие да есть такой такие дизайнеры которые так японской дизайнер они всегда одевать и свои коллекции до что-то связано с этим эти люди космоса который всегда у них большие плечи там это мне нравится как они выходят американский дизайнер они показывают так в америку все свободно одеты да так как мы в душе оба выступ делать тонкой мы одеваемся красиво красиво выходим и недавно было интервью не будет говорить где но я удивился что ты там говоришь ты хотела стать режиссером но это было такое момент что мы в школе просто во время спектакля сценарий мне это все нравилось как там управлять вот это это сделать я все это нравится да еду может быть в один момент я тоже стану дизайнер этот режиссером так как мой дворный брат он режиссер и за кадры моменты когда они начинают писать сценарий там он придумывает что-то мне это все этот момент так как я еще с дизайнером не работал я не знал как дизайнерская жизнь я просто видела как мой брат вот этим всего занимается мне интересно было а потом когда я поступила в технологическом уже видела процесс как они там с красками работают мольберт вот это за художник мой любимый учитель до общение с ним немного чего дало я поняла что вот это моя дорога я буду по нему идти несмотря ни от каких сложностей вот тот цен который себе поставил я до него дойду то есть это понял когда уже поступила в университет что да нет до этого было но не было такого что прям я вот стану так знаменитым можно сказать да знаменитым дизайнером но когда уже на втором курсе я поняла что я вот то что я чувствую то что я хочу что это это в данный момент немало я хочу еще больше да уже на втором курсе я бы собрала своих однокурсницы я хотела сделать пока за пределом гости так как у нас не было она всегда показывал внутри в гости то а я всех собрала давайте девчонки соберемся сделаем за но многие согласились много и не уверена было что это получится мы сможем билеты продать или как потому что тогда в то время были знаменит только три-четыре дизайнеры которые можно сказать монофолия да только они знаменит и были они сделали показ хорошие отзывы и там уже дальше пошло что-то новый народ почувствовал какой-то новый это тенденция новый взгляд а там уже пошло когда последний раз ты для себя вот чисто оригинальное что нибудь шила позавчера круто раскрой немножко что за оригинальность в том что ты для себя шила и там была встреча и встреча у меня была с иностранцами да и мне нужно было на них как-то впечатление что было обо мне так же кистан дизайне что-то должно так я выбрала ткань интересно из иката и как когда стираешь цвет отходит нам я взяла постирал его там другой принт выше мы потом начали вышить я его собрала там все веревкам и все интересные потом когда я зашла это уже был такой опт дизайнер если я зашла бы просто в этот джинсах в маечках там не было те эмоции которые пока я им говорила о чем-то этот они только смотри на мой костюм даже не слушай меня не сказать да мы будем работать комплимент в интервью ты говоришь то что ты бы хотела открыть свою школу немножко расскажешь я хочу открыть свою школу дизайн да это уже как второй год я над этим думаю потому что молодежь много желаешь и каждую как-то приступать я открываю интернет там столько столько смс-ов что мы хотим учиться сколько это будет стоить сколько это как чего там как там да и у меня был опыт в академии дизайн сингапур как они там проводят и в америке как-то я уже знаю что есть более легкий момент которым есть такие сайт где они были более легкой преподают да это обучение так чтобы нужно сидеть 8 часов за мольбертом и рисовать это все такое есть такие моменты где там нужно сейчас интернет она уже развиться достаточно идет чтобы посмотреть каждый раз и что-то новое туда видеть и я бы хотела открыть курсы 6-месячные там уже их полностью конечно я сейчас собираю свою группу команду и у меня есть партнеры которые там вот то что говорил академии дизайн сингапур они тоже могут там приехать на открыть но сейчас это на этой стадии я работаю но я вижу что это ближайшее время так как моему бренду скоро будет пятилетие да я хочу к этому делу что-то вы что я не открывает а все на почему-то рассказал круто то есть эксклюзивность и необычность той школы будет то что ты ты за короткое время можешь из из обычному скажу дузан дали собака сделать какого дизайнера и смотрите каждый дизайнер он индивидуально по своему каждого человека есть творческая натура внутри просто нужно это раскрывать не всем это дано да это тоже какой-то да если у человека есть это при первые экзамены которые у нас месяц пройдут если это да и это есть у них то мы дальше будем с ними работать я не говорю что мы сразу скажу нет извините у вас нету дети но из группы где-то появится 34 5 человек который я могу продвигать дальше и они могут выйти на международный уровень каких-то таких проектах они могут участвовать дорога открыта у нас таджикистан здесь мало дизайнеров очень много талантливых людей ко мне приходите в чем лет 15-16 но не так рисует просто желание у них внутри очень и несмотря ни каких сложности они идут и делают это мне это нравится я от них как-то мотивация я на них смотрю 15-16 они с такими глазами смотрят я понимаю что нужно еще больше двигаться если они хотят больше нужно мне нужно еще больше работать чтобы их чем-то удивить все-таки желание это как бы делает скажем 60 процентов того что дизайнеры делают или же это то или же это труд это труд это желание это нужно учиться мне просто я вижу у нас некоторых дизайнеры они достигают какой-то уровень и они на это уровень останавливаются и не каждый раз показывают одно и то же поменяется только фасон и узор там нет только чтобы видела как он до это додумался я должна сделать что-то я не говорю что это конкуренция тогда здоровая конкуренция что я вижу что человек чем-то растет я должна что-то показать что было интересно а когда видишь что много дизайнер останавливается на это этап и они показывают каждый раз одно и то же просто меняется какие-то детали и это интерес пропадает хотя бы одного назовешь нет опять же в интервью ты говоришь то есть я сейчас повторюсь дузанда и садбат то есть они чем-то хуже дизайнер или же это то о чем ты сейчас говорила что они не растут нет нет зонда это отдельно дизайнер это отдельно как можно сравнить воде бельзи скачет там воде бельзи занимается свое дело это качки спортзал они приходят для себя качаются до человек будем каждый раз выходит на подиуме показывать себя здесь тоже самое мы дизайнеры мы показываем что-то новшество что это дузанда который сидит там чтобы она могла своим клиентам что-то новое показать то есть я не я не хочу ничем их что что они бы за вне это они тоже молодцы они тоже делают они находят кусок хлеб иногда даже они дороже чем мы но это их вот это дизайнер это отдельно мы творим мы больше всего у нас идет творческом момента у них по-другому они больше идут клиенты нарабатывать зарабатывать себе тему окей смотри вот то что ты вот сейчас привела пример да то есть это было камень мой огород но кейт смотри есть профессионалист то есть человек который выступает готовится это профессиональный атлет а есть любитель который приходит просто тренируется то есть вот у вас то же самое получается можно так сказать но это любитель еще деньги зарабатывать на в нашем случае но это неплохо ты с этого начинала да но я не шила не в садварге я работала в оформлении дизайна этого свадьбы да год я работала в этой компании а потом я уже поняла что я участвую дизайнер шабы 2012 году в мэри день я видела как народ встречать мою коллекцию им стало интересно потому что у меня там был костюм инновационный костюм где костюм превращается в юбку потом становится платье на замочках там все интересно было им очень понравилось они пришли целый час все рассмотрели все сфотографировали я по я опаньки они еще говорят вот столько мы готов заплатить мы хотим ее купить если они за день костюм вот столько мне платить я нормально все отлично я там на место продала а потом уже поняла что ты должна заниматься нет это не был сигнал уже то что я же говорила сухом мужич когда я в этот здесь я уже день почувствовал что я на свою работу я могу еще деньги заработать а не то что я творю и просто вот это сделала и она меня на пол полочкой лежит а то я поняла что а его значит это такая коллекция значит ценит востребован нужно как по-другому работать а больше всего это за хроничами чего труда он полностью живописец окей последний вопрос из вот этой области и мы идем дальше давай для сравнения на вот что сложнее первый раз когда у тебя был серьезный заказ или же выпустить свой скажем свои свою одежду на показ сложнее всего для меня было то что я первый раз участвовал в конкурсе я ни разу нигде не выступала и тут такой шанс что меня выбрали я буду выступать на подиум там американка торгает на этот проект был огромный дизайн шамбы они вы выбрали дизайнер и отправили в талии это мой первый выход был вот это было какой-то ночь 2000 на основном году сентябрь месяц не помню какого а первый твой такой вот серьезный заказ который ты делал одни костюм знает как этот был такой момент что я уже показал свою коллекцию до люди люби им нравится то что я творила да и когда они ко мне приходили у меня не было никакой страх я взяла хотя я не не очень хорошо кроила но я взяла покроила это все сделала все обработки все 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 они отдельно них шикарные но я сейчас понимаю что это как я все это неправильно сшила это было тоже в 2012 году на втором курсе все окей вот сейчас смотреть 2000 18 год получается да как ты думаешь насколько процент выросла в самом деле но если взять например те дизайнеры которые были да и себя сравнить на их уровень нет но я не могу сказать на 50 потому что мне еще много чего потому что я только поняла что такое бренд и раши я работал чисто дизайнерский мне все это нравилось показать комментарий все такое это уже тот уровень который бренд нужно дизайнер уже превращается в бизнесмена это очень тяжело потому что на творческая натура и бизнесмена они вдруг начинают друг друга спорь да я хочу создавать такую коллекцию чтобы это был вау а потом с другой стороны кто это коллекция будет покупать да он мне принесет им еще больше реклама имидж но могу ли я его продать потому что я иду на самофинансирование полностью то что коллекция продаю я беру и у меня идет на раскрутку все в моем куда это все в бизнес у меня эти да и вот такой момент я могу сказать что максимум 30 я не могу себя еще больше 7 потому что мне еще много чего нужно работать команда у меня только пока из десяти человек но я еще хочу чтобы мой бренд вышел на мир международный уровень да а для этого еще нужно очень много работ хотя этот коллекция получил международные качества стандарт но на этом я не останавливаюсь еще много нужно иногда деньги берут вверх надо риску из популярных людей там певцы там бизнесмены артисты продюсеры кто последний раз был у вас у меня суде заказ я не со всеми артистами работы принципиально до много обращается но я когда слушали его самый главный слушай человека что они хотят но потому что то что я буду создавать это пойдет от моего бренда а мой брать раз душа поездного и если я на него один на какой-то артист блестящее платье сразу критика пойдет что такое и я буду себе не согласовывая собой я буду деньги брать но я не согласна собой буду и это будет меня больше всего как-то но это не мое да я больше хочу что то что я буду создавать что люди его приняли вот это мой бренд потому что моего бренда уже есть свой почерк да я хочу клиент который приходит ко мне чтобы услышать меня и пусть мне доверяет я его одену я еще ни разу не видел что ни один клиент не согласен был со мной на физи это не мое я это не хочу я слушаю но бывают такие моменты что маме миха маме дамы к ней нет последний случай мне не последний случай мы я сейчас данный момент работа шарман с район и у нас она мне написано если я хочу встретить давайте что-нибудь придумаем мы встретились человек очень хороший человек еще не могу сказать мы начали с ней работа за месяц мы сделаешь шесть-семь костюмов а я теперь нашла раньше я заказал в алма-то все такое здесь я нашла дизайнер который по моему вкус вот просто качество работы подкласс все это вот говорит я как будто бренд игры это не как будто это есть бренд из вот этих всех наших популярных людей капризные парни или девушки но у меня женская линия линия то есть для мужчин категорически но был момент к я для друзьям знакомым всю мужскую коллекцию но больше меня вдохновляет женская эта сторона больше всего там потому что очень много чего можно твой ну конечно уж как алиса так тоже можно есть своими а сыном пока я работаю над этой линии я пока как мастер и полностью женская одежда тому что лекала технолога полностью я сама делаю пока я не могу взять за этого потому что там полностью идет подруга другая линия там чертеж там все по-другому женская фигура другая же мужская другая больше всего я специализирована женская одежда но сейчас я смотрю к моему бренду есть востребованность много спрашивают что мужская одежда когда она выйдет очень много вопросов очень много хотя стильный выглядит но конечно же без никаких атласов без никаких там узоров из них чаканах будет это восточный но я вижу по-другому спорт такой классик но с элементом востоку то есть мужики тоже обращаются и доходят на последнее время пехузи варушила там там тоже спорт classic белый черный этот ткань был совмешен и там такой специальной линии которые на сцене делают какие-то элементы это уже хитрость хорошо твой самый дорогой костюм не знал что это вопрос будет не отлич ну хорошо кто занимается дизайнерском этом достаточно мы зарабатываем все хорошо больше тысячи баксов последний твой самый дорогой почему последний последний не было столько но было до тысячи министерство культуры там они придумали книгу не знаю ты в курсе или не в курсе описывается как наши девушки и женщины повседневно на свадьбах что на работе как ты прокомментируешь момента есть и я когда это карте этот книгу мне принесли что посмотреть я посмотрела много местами я не согласна потому что нужно было конечно же договориться как то собрать молодежь дизайнера да так как ко мне никто не обратился я бы могла со своей стороны поработать с эти книги я тоже могла какой-то свою часть вклады вкладывать туда что эскизы приготовить да но есть моменты где я бы сказал что для молодежи нынешний малыш который сейчас растет достаточно стильно одеваются если и мы преподнесли это боли со вкусом да чтобы стильно это смотреть они бы одевались но есть моменты там которые вот я думаю что много не согласны будут есть моменты где там на свадьбу одевают наши наши любят на свадьбу красиво одеваться чтобы это все было ярко чтобы это было с камнями есть моменты где я не согласна мы поработали вместе я ну я думаю что эта книга 1 выпуск да думаю что в дальнейшем над ней будут работать я уже свое предложение написал что я могу с ними открыто пожалуйста проходить мы можем поработать я сделаю несколько эскизов если нужно образцы приготовлю и оттуда уже выберем было бы еще лучше если молодой молодежь собрали и послушать бы их мнение да то что вы в листе это в школах там где-то еще там спросить их что они хотели по первому каналу иногда я сейчас правда не знаю есть такая программа как модный приговор его ведущий александр васильев прокомментировал в 2016 году сейчас я процитирую а потом спрошу твое мнение об этом он говорит значит это его слова никакого другого будущего у моды вообще нет мода разделась окончательно скажем это мнение достаточно влиятельного человека в россии все серии вот моды скажу да и вот дизайн и стиля я скажу так потому что в этом году когда я была в америке в этом в ассоциации понтона организация понтона там это организация где делают цветовую гамму и в течение 10 лет по этому направлению работы там сейчас очень мода стиль кимоно восточный костюм это что все икат поднимется все это узоры в свой момент поднимется в один момент я так думаю да как я по городам ниже я смотрю что как это больше сейчас идет это широкая и японская часть повсюду даже сейчас вот это говорит оба и одевают все такое это все оттуда японская часть потому что франции в америке в чем много городах сейчас и знаменитые японской дизайнеры да их стиль кимоно везде распространено идет сейчас повсюду да это стилистика их восток тоже самый сейчас растет сейчас он интересно потому что европа они уже все увидели а восток она еще закрыты там еще не полностью все открыто да это часто не откроет все покажут но можно с ним согласиться где-то и где-то можно с ним поспорить ну тут речь больше знаешь о чем идет о том что вот это мусульманский стиль то есть вот это хича платки вот то есть они будут развиваться все больше и больше нежели вот то что европейское то что там то есть разделись достаточно нет ну да нет но на если посмотреть подиум каждой неделе моды который проходит да там сейчас идет минимализм да есть дизайнеры есть коллега это бренды которые идут по-своему это dolce gabbana gucci у них уже своя стилистика не знают каждый раз чем удивитель должно пафосно пупец на камни там какие-то яркости золото цветы есть дизайнеры которые идут по таком направлении это минимализм да вот они сейчас минимализм везде лидирует повсюду это в интерьере этого одежда это повсюду в картинах художников там-то в фильмах да это все минимализм до восток какой-то часть сейчас то что закрывается что вот это все это модно это арабская часть которая сейчас влияет это всего часть да это экономика все это все разбивается по их нему этому это идет это должен габан пустил для них специально коллекция который бешен деньги стоит и многое то что любит этот бренд они хотят это носить я бы не согласилась потому что сейчас везде в основном это минимализм повсюду насколько вот тебя как дизайнера наш менталитет скажем ограничивают меня никак не ограничено потому что я вдохновляюсь тоже полностью природа таджикистана полностью то что вокруг моего в таджикистан происходит я полностью вдохновляясь отсюда мой бренд это жить это уже понять того что стопами из косого любовь оттуда уже взята и меня ничем не кричит тем что я вдохновляюсь какие-то там то что можно узором и накидка мы все все полностью отсюда вдохновение и я не думаю что мне чем-то я не хочу чтобы какая-то голая вышла на сцене и показал что это не мое и мой бренд вообще это нет ни нет и не будет как ты прокомментируешь а кончита нападовой кончиты да я если честно не знаю этот стиль но я надеюсь что у меня не придется узнавать это что такое вот куда катится мужская мода и мужская мода это все правильно есть такие дизайнеры которые как демократии они хотят показать свое слово на сцене да они этим дикту что мы такие принимайте какие мы есть но это не не то понятие что увидел это модно я должен в это одеться и тут завтра посмотрим надел каблуки и пошел качать вообще ты в курсе где это все именно вот это пока да это специальные показы в австрии происходит в австрии больше в основном потому что это открыто для всего ты можешь назвать лучшего дизайнера . кроме тебя сложный вопрос не бренд но дизайнер . лев наверно потому что у него есть во взгляде и человек очень хорошо сам кроет все его обработка часть мне нравится как он работает потому что двух тысяч восьмом году как я закончила школу я пришла и это был первый человек с кем я познакомилась и поняла что он дизайнер вот так у нас развивается да я у него три месяца просто взяла курсы да но поняла что это не мое направление я хочу больше а у него есть работа и не можешь полностью мне показать как это ты согласна что с годами у людей до наших скажем родители да у них мне взгляд на бренд и на моды на мод туда менять то есть в твоем случае были моменты когда допустим скажем родители тебе говорили то что что ты делаешь что-то творишь или или не были согласны с твоим дизайном родители мои то что видят на сцене просто восхищается как на где на подиум выступая или там по телевизор показу сразу же позвонки это было нечто даже если не это не нечто для них это нечто для меня идеал жизни это моя мама да и когда она мне говорит что нафиса вот на самом деле вот это не то давай вот так делаем на самом деле у мамы очень хороший вкус когда я по ней бывают такие моменты я не слушаю никого нет это мое в день я должна это сделать я вот так его вижу вот так и будет дочь а давай вот так вот на самом деле это посмотри на это а я смотрю потом конечно я не сразу показываю но я подумаю потом делает недавно последнее то что на вашего выступала недавно была мамин почерк где-то или а я когда эскизи рисую это дома я обычно после 12 когда все спят и вот эта тишина у меня второе дыхание открывается и я начинаю рисовать допоздна могу до утра рисовать и так бывает что мама два часа заходит чуть-чуть на тверху рисует она смотрит вот так вот и начинаю советовать самая дорогая вещь которую ты мечтаешь купить сколько он стоит для себя вещь а нужно ли я об этом не думаю одежда одежда и такая я сама себе сошли не я не тот человек который я сейчас должна бегать за айфонами вот это айфон самый дорогой он должен быть у меня нет я не из таких людей мне самое важное наверное мне не важно то что сказать я должна быть в крутом машине мне должен крутой телефон круто этого я к этому не стремлюсь я больше стремлюсь изменить чего-то вокруг себя это для меня очень важно наверное самое самое дорогое что я хочу себе сделать это открыть дом моды где я вижу что как сколько этажей там там работают люди там вот это все вот это движение вот это творит история чтобы там было до после меня чтобы осталось такое жив это вот жив ты согласна что шапоголики это болезнь ты ну ты уже ответил как не как это же прокомментируешь то есть в общем это это что такое вообще это хорошая болезнь это болезнь мы зарабатываем деньги дизайнеры дизайнеры не все дизайнеры ну да бывают деньги портят дизайнеры не всех но бывает конечно портят почему деньги всех портят но самое главное я всегда согласна но когда человек с детства его ради это очень зависит от родителей когда дети дети когда родители показывают дети как нужно деньги зарабатывать как нужно к ним идти они по-другому к ним относятся а есть дети которые просто так не дается и они не понимают ценности всего этого да шукур не знают этого всего если здесь бы в него вкладывать неважно миллион вот человек когда уже чашли деки да человек когда все это видел его невозможно испортить миллион а люди которые у них корности не полностью пропитаны вот эта вода которая чистая не портится быстро когда ты вот рисуешь изготавливать что-нибудь вдохновение больше всего откуда ты получаешь вдохновение у меня больше всего если честно и у меня утро вдохновение приходится это 4 5 утра бывает такой момент где просыпаюсь и я очень мало наверное сплю да но я просыпаюсь и когда вот просто смотрю потолок там какое-то отражение что-то такое я себе представляю просто свое время не хочу терять либо стою окно открывает там такой чистый воздух я начинаю вот вести все 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 это больше всего наверное вдохновение ко мне приходит от природы потому что каждую коллекцию который я создаю у меня идет цветовая гамма даже можно сейчас заметить небесные цвета зелень там земля оттуда больше всего мне вдохновение даже элементарно пройдя вот отсюда с работы выхожу мне красивый парк рядом с работы пешочком прогулять я смотрю каждые цветочки и там все показано цветовая гамма так правильно подобрана что к фиолетовому зеленым белый и эта тенка зеленого и земля коричневого и так смотришь одно платье уже создавать это уже чудо просто сфотографирую потом эскизы рисую есть у меня это в телефоне папка где чем я вдохновляюсь это неважно даже пакет когда собирают выбрасывают там свою оттенка стоит там тоже свои моменты я это смотрю и классно оказывается вот так можно сочетать в общем детектор твой любимый цвет раньше был черный но я сейчас черный терпеть не могу зеленый что произошло просто не хочу черный цвет к чему ты испытываешь отношения к ужасным людям у них правильно лиц и написали смотришь и у меня бывает такое что люди не нравится я с ними не общаюсь просто так отделяюсь от них все самый ужасный стиль каждый человек одевается по своему я не могу кому-то сказать что он одеться плохо это ужасно смотрится это его внутренний мир и он всегда показывает этом это его и удовольствие даже иногда таких людей уважаю что они не похожи ни на кого по городу идешь и они инкубаторы сейчас все похожи на ким кардачан и это неприятно становится что люди теряют себя а здесь приятно а дело национальный поэт снизу кеды по молодец она показывает свой внутренний мир чтобы вот у меня вот такое корон или секунг хай секунг хай круто да стильно или удобно удобно иголка с нитью или смартфон иголка с нитью я это смартфон 10 заработаю не самого иголка с нет я все создаю любимое занятие кроме работ ничего работа и все читать книгу я даже нет времени чтобы читать книгу я это прямо скажу потому что у меня работа полностью я щас себя будет время когда я собирался какой-то книги читать там но сейчас я полностью то что я говорю нужно открыть мне это у меня день полностью я открываю свою книжку перед сном да и я распределяю свой день вот на это на это на это люди говорят нужно прочитать книгу про бизнес и И больше всего оттуда поймём, больше всего этого. Я больше всего беру от людей это всего. Когда мне что-то, совет какой-то нужен, нежели эту книгу открыть и прочитать, и там всё они это пишут, пока найти ту страницу, которую мне нужно читать, я потеряю своё время. Мне нужно пойти к этому человеку на значенную встречу, мне нужно от него спросить совет. Реально это или нет? Потому что человек эту книгу уже давно читал. И всё, берёшь свой ответ. Спасибо.